Продолжение следует... 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 Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Давайте еще раз. Высшим занятием Дхармы для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Итак, давайте посмотрим на пословный перевод. Мы всегда начинаем с глаголов. И супрасидоти обретает полное удовлетворение, обретает милость, обретает свободу от материальных желаний. Глагольный корень сид, от него также происходит слово просад, милость. То, что успокаивает, то, что приводит в какое-то стационарное состояние. Еще усилительная приставка су, да, очень, очень. Так, человек обретает полное удовлетворение. И кто обретает полное удовлетворение? Это атма, это душа. И давайте посмотрим, за счет чего. За счет чего же атма, душа, может обрести в этом мире полное удовлетворение. Итак, са вай пун сам паро дарму. Са, то, то есть, то есть, вай, несомненно, пун сам, пун сам, людей, для всех людей. Пунс – это человек, да, а пун сам – родительный поддержка множественного числа. Для всех людей, то есть для всех людей парадгарма. Парадгарма, то есть высшее занятие, высший образ деятельности. Парадгарма. Параха дармаха. Параха дармаха – для всех людей, то есть высшей формы деятельности. Ятаха или ято, с учетом санхи. Ято, от которой та деятельность является, то является высшей деятельностью, от которой ятаха. Бактир адокшаджи. Бакти – предное служение адокшаджи, трансцендентному господу. То есть здесь как бы опущен промежуточный глагол, от которой происходит, да, проварта теа. Между этими двумя строками должен стоять глагол. То есть то является высшей деятельностью, от которой происходит предное служение трансцендентному господу. У суток асфами здесь не упоминает этого. Он опускает ради краткости стиха. То является высшей формой деятельности, первая строка, от которой происходит предное служение Верховной Личности Бога, трансцендентной Верховной Личности Бога, адокшаджа. Адокшаджа – тот, кто недоступен чувствам. Или, как мы также говорили, тот, кто находится вне алфавита. Тот, кто… того, кого невозможно понять, ощутить с помощью собственной логики. Да, итак, кто является высшей деятельностью, то является высшей деятельностью для всех людей, от которой происходит предное служение Верховной Личности Бога. И какое это служение? Оно – это служение ахайтуки, не имеющей материальной причины. Хету – причина, ахайтуки, не имеющая причины. Хету – причина, ахайтуки, не имеющая материальной причины. А протихота – не знающий никаких препятствий. Препятствий. Корень хан. Уничтожать, убивать, останавливать. Протихат, соответственно, протихан, то есть полностью, полностью останавливать. Но а, приставка а, все это оборачивает в противоположную сторону, не знающий никаких препятствий, не знающий никаких материальных препятствий. Также переводится оно непрерывное, но буквально не знающий никаких препятствий. Ачарии приводят пример с гангой, как мы с вами уже обсуждали, когда говорили о стихе из молитв царицы Кунти 1.8.42, как ганга непрерывно течет к морю, так и я хочу, чтобы росло мое влечение к Господу, говорит царица Кунти. То есть не знающий никаких препятствий. Итак, давайте еще раз посрочно. Очень простая, в общем-то, структура стиха. То является высшим занятием для всех людей, от которого ятаха, как Джейн Матасия, ятаха, от ятаха, значит, от чего, от чего, от которого преданное служение Верховной Личности Бога, бескорыстное и непрерывное, бескорыстное, не знающие никаких препятствий, я-я, то, которое, тем, тем, которым, там, атма супрасидати, я-я, которым, которым, буквально, который, поскольку бхакти в санскрите женского рода, да, который, атма, обретает полное удовлетворение, обретает милость, обретает полное удовлетворение, обретает свободу от материальных желаний. Итак, кто является высшим служением, барадхармой, от которого бхакти, трансцендентному Господу Аджог, Адокшадже, от которого возникает бхакти при этом служении трансцендентному Господу Адокшадже, это служение бескорыстное и непрерывное. Именно таким служением атма, атма, душа, может быть полностью удовлетворена. Я-я, атма, супрасидати. Некоторые ачарии говорят, что здесь атма – это ум, но противоречий здесь также никакого нет. Когда ум полностью становится удовлетворенным, преданным служением верховной личности Бога, это подразумевает, что и душа, да, душа также, то есть ум одухотворяется, да, поэтому душа также испытывает полное удовлетворение. Интересно, что Шила Прубада, когда бы он ни цитировал этот текст, по крайней мере, всегда, когда я слышал, в последнюю строчку он произносил е-на-тма, супраси-дати, е-на-тма, супраси-дати, то есть буквально которым преданное служение удовлетворяется, если буквально переводить я-я, который, да, в женском роде, то е-на-тма, супраси-дати, говорил Шила Прубада. Я сегодня думал, почему так, может быть, как Арша про йога, да, великие личности могут носить свои дополнения, но тут вполне возможно объяснение, то, что это тогда е-на-тма, супраси-дати, которым удовлетворяется душа, относится к пара-дхарме, к высшей дхарме, к высшей форме занятия живого существа, которая уже приведет его затем к абсолютно чистому и бескорыстному преданному служению. То есть душа способна обрести счастье в процессе саддана-бхакти. Пока мы еще не достигли совершенства, и совершенство очень далеко, за горами. Да, но сам процесс, процесс саддана-бхакти, вот это и есть пара-дхарма, которая приносит высшее удовлетворение душе, уже этот процесс сам по себе приносит удовлетворение душе. Итак, ахайтуки апратихата яйатма супраси-дати, или енатма супраси-дати, как говорил Шилла Прабхупадов в лекциях. Итак, савай пунсам паро дармо ято бхакти радокша-джи, ахайтуки апратихата яйатма супраси-дати. Высшим занятием дхармы для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному предному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое предное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Пожалуйста, что-то приправу. То есть получается, что в литературном переводе фактически непонятно, к чему относится ахайтуки апратихата, или к процессу, к которому мы приходим, то есть к чистому бхакти оно относится, либо оно относится к тому занятию, благодаря которому человек приходит к чистому бхакти. Фактически из литературного перевода ясности нет. Да, здесь говорится такое преданное служение. То есть получается, по большому счету, что-то непонятно. Можно сказать и так, и так. Есть высшее занятие дхарма, как говорят очари, имеется в виду садхана бхактия, она приводит к предному служению в верховной личности Бог. И такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Можно отнести их пара дхарме, и я думаю, что просто чисто грамматически, если мы посмотрим, то я-я будет относиться к бхактии, поскольку мне позволяет понять мое понимание здесь санскрита. Если янатма, как Шила Барупада говорил в лекциях, то это уже будет относиться к пара дхарме. То есть получается, тогда, если это относится к бхактии, которые возникают благодаря чистому служению, тогда должно быть, должно быть, надо опустить, по сути дела, потому что оно уже случилось. Оно уже случилось. Да. Все равно неясность какая-то остается. Ну, можно и так, и так сказать, по сути дела. Я не говорю, что это недостаток, ну, просто это мое размышление. Спасибо, что перепробовал. Да, можно бесконечно медитировать на этот текст. Ну, фактически и то, и другое справедливо, действительно, правильно? Да, да, и то, и другое. И очень часто задают вопрос, а что же это за дхарма? О чем идет речь? Это мы, то вседневные обязанности, или что это, которые приводят меня к чистому предному служению? Это садна-бхакти, это практика предного служения, наша ежедневная практика, которая включает в себе исполнение обязанностей с памятованием о Кришне. Это и есть парадхарма. И она постепенно приведет нас к чистому предному служению, не знающим никаких препятствий. То есть, по сути дела, мы можем сказать, что наиболее логичная и распространенная версия состоит в том, что искренняя и чистая садгана-бхакти приводит к бхава-бхакти, потому что не имеет никаких материальных препятствий, это признак бхава-бхакти, правильно? Да, да, не знает никаких препятствий. Альярдха-калатвам, да, оно непрерывное по своей сути, по времени. Да, садгана-бхакти ведет, насколько я помню, в переводе Вишна-Чекровархи-такура, ну, как Банус вами его формулирует, это садгана, которая приводит к према-бхакти. Да, к према-бхакти. Но, по сути, может идти речь о бхава-бхакти. Спасибо. Большое спасибо, что прибыло. Есть ли дополнения, замечания, вопросы по этому стиху? Давайте мы еще прочитаем хотя бы один абзац с комментариев Шилы-Пруб-Баден. Нади-Кришну-Праву, можно, пожалуйста, вас попросить отмечать? Я думаю, по два предложения. Комментарии. В этом утверждении Шри-Сута Госвами дан ответ на первый вопрос мудрецов на Мишаране. Мудрецы попросили его обобщить все богооткровенные писания и выделить из них наиболее существенное, чтобы они стали доступны пониманию падших людей, которые составляют большинство. Спасибо. Афинон, можно, пожалуйста, вас попросить? Спасибо. Веды предписывают человеку две формы деятельности. Одна из них называется «Праврите маргам путем чувственного наслаждения, а другая «Не врите маргам путем отречения». Спасибо. Кто еще с нами? Андрей Прабу, можете, пожалуйста, продолжить. Путь наслаждений низший, а путь самопожертвования ради высокой цели высший. Реальное существование это нездоровое состояние живого существа. Спасибо. Валерий Прабу, можно, пожалуйста, спросить, продолжить. Его истинная жизнь, духовное бытие или бытие на стадии Брахма-бута, где жизнь вечно, блаженно исполнила знания. Материальное существование временно, иллюзорно исполнила страдания. В нем вообще нет счастья, а есть только тщательные попытки избавиться от страданий, и временное прекращение страданий ошибочно принимается за счастье. Большое спасибо. Кто еще желает читать, кто имеет возможность? Иногда, если к нему примешиваются низшие качества, оно оскверняется. Например, имеется в виду предное служение. Например, если человек обращается к предному служению ради материальной выгоды, это, безусловно, создает препятствие на его пути к отречению. Отречение или самопожертвование во имя высшего блага бесспорно предпочтительное наслаждение жизнью в болезненном состоянии. Такое наслаждение только усугубляет и затягивает болезнь. Поэтому преданное служение Господу должно быть качественно чистым, то есть полностью свободным от стремления к материальным наслаждениям. Следовательно, необходимо обратиться к высшему занятию, преданному служению Господу, лишенному малейшей примеси ненужных желаний кармической деятельности или философских спекулятивных рассуждений. Только так на пути служения Господу можно обрести вечное утешение. Да, замечательно. Вечное утешение. Вот это супрасидоти здесь утешение, как Шилапрупада в английском это говорит «солос», или да, «перпетиум солос», то есть постоянное, перпетум, постоянное прибежище, утешение, да, очень красиво. Только это может дать истинное прибежище, утешение живому существу. Спасибо. замечательный комментарий, раскрывает суть этого стиха. Что мне больше всего запомнилось, это то, что путь самопожертвования ради высшей цели, это истинная цель, это истинная цель жизни, которая превосходит любые концепции чувственного или интеллектуального удовлетворения. самопожертвование ради высшей цели, это истинная парадхарма, которая ведет к предному служению Верховной Личности Бога. Замечательный комментарий. Я вспомнил, что был случай в Бомбее, Шилы Парупада попросил, было большое собрание, на встречу со Шилой Парупадой пришли банкиры, адвокаты, элита, элита общества того времени. Все ожидали, что Шилы Парупада после Киртана даст лекцию, но Шилы Парупада внезапно сказал своей ученице, ему не Дэвид давать лекцию. И что было для нее, по ее словам, абсолютной полной неожиданностью, она решила прочитать этот стих 126, у нее не очень получилось с прочтением санскрита, но она знала наизусть комментарии. Она знала просто наизусть весь комментарий, и она повторила слово в слово комментарии Шилы Парупады, и вся публика встала и аббатцами приветствовала ее слова. И Шилы Парупада как описывает, просто сиял, сиял от радости. Мы несовершенны, но повторяя слова совершенной личности, мы также становимся совершенными. Высшим занятием Дхармы для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному предному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое предное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Есть ли еще какие-то дополнения, замечания по этому стиху? Большое спасибо вам за внимание, терпение. Мы встретимся в следующий раз в воскресенье и поговорим о следующем стихе Шамадбхагаватам 1, 2, 7. Ванча-калпа-тарупеш-ча, крипа-синтубья-эва-ча, патитанам, паваны-бьё, вайшна-бьё, намо-маха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok